Много концертов в Германии, много концертов в Австрии, в Италии, как мы уже говорили, в Бельгии и в Утрахте, в Голландии. Просто в Европе распространено такое понятие, как фестивали барочные, их много, они бывают даже в самых маленьких, малюсеньких городах, недавно были в Германии, кажется, деревной деревней, ничего нет вокруг, только есть клавесины. Есть публика, которая любит этот инструмент и которая приходит на концерты. У нас тоже есть публика, она тоже приходит на концерты, но в России все-таки приходится пока убеждать публику, что это интересно, что это современно. Что это стоит услышать и стоит изменить свое отношение к этому инструменту. Мы отыграли программу «Данс Макабр». Программа наша любимая, мы ее уже повозили по гастролям по Европе, по Японии, вот как уже было упомянуто. Весной у нас будет ангажемент в Америке. «Данс Макабр», «Фляска смерти», название наша программа получила по последней пьесе. Эта программа состоит из четырех разделов. «Танец безумия с табурином», «Танец любви», «Танец жизни» и «Танец смерти». По сути, это четыре аллегорические фигуры, олицетворяющие жизнь, безумие, любовь и смерть. И тот, кто прочтет нашу программу, наверное, задастся вопросом, как это такое возможно в одном концерте сочетать и барокко, и дворжика, и сенсанса, и легити, да еще на клавесине. Ай, да, дуэт, сочетает несочетаемое. Мы хотим показать, что даже эти сочинения, которые люди привыкли слышать совершенно на других инструментах, звучат на клавесине не менее убедительно, а клавесин привносит новые краски и другую характеристичность. Мы стараемся использовать инструмент наш, собственно, клавесин по максимуму, то есть использовать все возможные регистры во всех возможных сочетаниях. Нам было очень приятно услышать отзыв известного клавесинного мастера, одного из самых известных клавесинных мастеров, Брюс Кеннеди, который после нашего выступления с пляской смерти, сенсанса, как раз сказал, что он работает над клавесинами уже больше 20 лет, но он даже не представлял, что такой звук вытащить из инструмента возможно. Он был действительно в восторге. Ты клавесинный мастер. Да, который знает об инструментах все. А футболки появились относительно недавно этим летом. Мы готовились к выступлению на двух крупных фестивалях – Early Music в Утрехте и Music Antique в Брюге, в Бельгии. И для этих фестивалей мы решили придумать некий сюрприз, немножечко удивить публику и выйти на без именно в этих майках и этим показать. Чтобы наш посыл действительно читался, что мы ломаем стереотипы, ломаем стереотипы о том, что клавесин – это не старомодный, не скучный инструмент, а полноценный участник современной музыкальной арены. Мы срываем парики и кринолины, мы сдуваем трехвековую пыль. Мы хотим показать, что клавесин – актуальный инструмент, и в наше время он звучит очень свежо, интересно и захватывающе. В декабре этого года выйдет дебютный альбом дуэта «Анда» с программой «Данс Макабр». Да, альбом мы записали в Австрии, под Веной. Он выйдет на лейбле «Фра Бернарда» в декабре. Мы с вами очень ждем и дождемся. Мы были очень рады сегодня открыть нашим концертом концертный цикл «По Ту Ту Плей». Здесь, в прекрасном зале «Дома на Знаменке». А следующий концерт цикла будет через несколько месяцев здесь же с участием Ольги Викторовны Мартыновой. Которой я организовала этот цикл, за что и отдельное спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok